Республиканская акция на встречу референдуму прокатилась по всем регионам нашей страны, где расположены цеха холдинга Белов Томас. То, что концерты проходили не на специально оборудованных для этого помещениях, не просто так. Таким образом, организаторы хотели подчеркнуть, что хороший и душевный праздник можно провести без пафоса. Творческие коллективы и артисты Дворца культуры Минского автомобильного завода выступали для простых рабочих. Всего за время акции на встречу референдуму состоялось 11 концертов, которые посетило более 20 тысяч человек. Заключительный прошел в городе Бресте, что имеет под собой символичный подтекст. Особенность этой акции, что наши концерты проходили непосредственно в цехах, в рабочих цехах, где рабочие места наших работников. Мы отказывались от площадок концертных, таких как обычно в Дворцах культуры, Домах культуры. Мы хотели прийти непосредственно в цех. Итак, мы за время акции посетили 11 сухов и охватили порядка 20 тысяч человек. Мы завершаем нашу акцию в таком красивом месте, историческом месте в городе Герой Бресте. В Республике Беларусь, в городе Бресте в частности, за время подготовки к референдуму проделана большая агитационная работа среди населения. Проводились различные диалоговые площадки с разновозрастным населением. Их смысл заключался не в том, чтобы убедить людей прийти на референдум, а объяснить и разъяснить, почему нельзя оставаться в стороне. А масштабная акция навстречу референдуму, помимо агитационной функции, подарила людям праздник и хорошее настроение, как бы наградив работников предприятия за проделанную работу. Недаром по бокам от импровизированной сцены уютно расположились масс экологического стандарта Евро-6 и знаменитый гоночный болид. Уверен, что присутствующие на этом мероприятии проникнутся важностью предстоящего политического события. Я уверен, что они уже определились, но это будет еще одной важной, так сказать, составляющей, в том числе и культурной, для того, чтобы референдум у нас прошел на высокой организационной основе, чтобы было обеспечено, люди максимально пришли на референдум, отдали свои голоса за изменения в действующую конституцию и таким образом явились законодателями в собственном государстве, теми людьми, которым важно будущее нашей страны. Такие вот мероприятия, которые проводятся сегодня на Брест-Маше с предприятиями города Бреста, с личным составом, конечно, уже сплачивает, объединяет и помогает людям, наверное, понять то, что все, что мы делаем, это мы делаем вместе, мы делаем для того, чтобы мы жили и наши дети жили в светлом будущем. 27 февраля у каждого жителя Республики Беларусь будет возможность нести большой вклад в будущее нашей страны, хотя такая возможность есть уже и сегодня. Можно прийти на свой избирательный участок по месту жительства и проголосовать на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию досрочно. Для этого достаточно иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Александр Богданович, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук-ТВ.